Доброго дня всем, кто работает на селе! Сегодня, 24 января, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Производители минеральных удобрений недовольны пошлинами. Владимир Путин предостерегает от излишнего экспорта, а фермеров предлагают освободить от мобилизации. Неделя была богата на события. Все самое интересное расскажем далее. На прошлой неделе президент России Владимир Путин весьма удивил сельхозпроизводителей двумя заявлениями. На совещании с правительством, обсуждая агропромышленный комплекс, глава государства сказал, что нужно дать сектору заработать, дать ему получить прибыль, чтобы сельхозпроизводители вложили средства в результат урожая 2023 года в переработку животноводства. Эту фразу можно было бы трактовать по-разному. Например, на месте хлебопеков или мукомолов мы могли бы предположить, что Владимир Путин призывает государство перестать замораживать цены на муку и хлебную продукцию. На месте производителей говядины мы могли бы подумать, что это призыв, например, запретить импорт более дешевого мяса из Южной Америки, чтобы наши животноводы могли заработать и увеличить производство. Ну а растеневоды, конечно, предположили, что президент, говоря дать сектору заработать, имел в виду отмену экспортных пошлин. Но увы, уже следующая фраза Владимира Путина развеяла все надежды растеневодов. Глава государства призвал не позволять вытащить все за границу. Путин отметил, что мы не знаем результата сельского хозяйства в 2023 году, поэтому нам обязательно нужны стабильные резервы. Эта фраза запустила новую волну предположений и догадок. Впрочем, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что, скорее всего, президент, общаясь с правительством, подвел итог дискуссии по поводу целесообразности экспортных ограничений, а не анонсировал новые. Никаких послаблений не планируется, национальная продовольственная безопасность в приоритете, механизм экспортных ограничений справляется со своей задачей. Так прокомментировал новость Эдуард Зернин. Напомним, что в России продолжают действовать плавающие пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Ставки вы видите на экране. Ставки еженедельно меняются, а вот закупочная цена на зерно внутри страны остается стабильно низкой. 15 февраля к пошлинам добавится еще одно ограничение в виде квоты на экспорт зерна. Квота составит 25,5 млн тонн и будет распределена между экспортерами по историческому принципу. Объем квот для Астана, Рифа и других трейдеров Минсельхоз еще не опубликовал. Пока Минсельхоз решает, кому какой лимит выделить, сами трейдеры усиленно поставляют зерно за границу. Даже новогодние праздники в этом году не снизили темпы от грузок российской пшеницы за рубеж. Росагротранс, который оценивал экспорт пшеницы в 3,6 млн тонн, был вынужден повысить прогноз до 3,8 или 4 млн тонн. В Российском зерновом Союзе отметили, что Россия с 1 по 22 января отгрузила на экспорт почти 2,5 млн тонн пшеницы, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зерновой Союз предполагает, что по итогам месяца экспорт пшеницы составит только 3,5 млн тонн. Для сравнения, в среднем в январе отгружали по 2,3 млн тонн пшеницы, а исторический максимум был достигнут в январе 2021 года, когда экспорт составил 4,2 млн тонн. Среди импортеров российской пшеницы появилось много стран Африки – Кения, Мозамбик, Танзания, Сенегал. Представитель Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что среди покупателей с других континентов появились также Бразилия и Куба, чего уже давно не бывало. Но самыми значительными покупателями российского зерна по-прежнему остаются Турция и Египет. Причем Турция уже успешно провела сделку по оплате зерна в рублях. Об этом сообщила на днях вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко отметила, что и с Египтом тоже обсуждают возможный переход на расчет в национальных валютах. Дорогие друзья, остаются считанные дни до нашей зимней зерновой конференции, которую мы также назвали интенсивом для агрономов. Если вы хотите услышать об азотных подкормках, о самых эффективных практиках защиты зимой пшеницы и других зимых культур, пожалуйста, переходите по ссылке, читайте подробности и приходите на наши мероприятия. Гендиректор Фосагра Михаил Рыбников обратился к президенту России с просьбой изменить формулу расчета пошлин на азотные и калийные удобрения. Рыбников указал, что механизм, который применяется для расчета пошлин сегодня, является дискриминационным по отношению к производителям фосфорных и сложных удобрений. Экспортные пошлины на минеральные удобрения начали действовать в России с 1 января. Для всех без исключения минеральных удобрений была установлена единая цена отсечения – 450 долларов за тонну. Все, что выше, облагается пошлиной в размере 23,5%. Если же удобрения экспортируются по более низкой цене, то пошлина не взимается. Согласно информации, которую опубликовал Интерфакс, к началу 2023 года азотные и калийные удобрения на мировом рынке существенно подешевели до такой степени, что цена на них опустилась ниже 450 долларов за тонну. При этом фосфорные и комплексные удобрения остаются достаточно дорогими. Цена на них составляет 600-650 долларов за тонну, по оценкам некоторых экспертов. Михаил Рыбников в письме президента указал, что параметры пошлины были утверждены без учета таких аспектов, как глубина переработки и рентабельность производства разных видов удобрений. По словам директора Фосагра, рентабельность производства азотных и калийных удобрений составляет 40-60%. И на этот сектор пошлина будет оказывать минимальное влияние. А вот на производителей фосфорных и комплексных удобрений финансовая нагрузка будет значительно выше. И здесь рентабельность снизится всего до 10%. По данным Интерфакса, Владимир Путин дал поручение правительству разобраться в этом вопросе. Минфин, которому в свою очередь обращался ТАСС за комментария, ответил, что экспортные пошлины на минеральные удобрения только начали применяться. Цитата. «Сейчас необходимо мониторить ситуацию и, исходя из права применения, принимать решения в дальнейшем», – ответили в пресс-службе. В общем, подобный ответ вполне соответствует стилю руководства, который мы наблюдаем последние несколько лет. Правила какие-то вводятся, потом меняются на ходу. Но достаточно вспомнить, как менялись, например, правила распределения квоты на экспорт зерна, или как менялись правила расчеты пошлины – то она в долларах, то в рублях. Как менялась субсидия на зерно – сначала по 200 рублей, потом до 2000. Аграрии, в общем-то, к этому привыкли, а вот производители минеральных удобрений оказались не готовы. Еще одна новость в продолжение темы пошлин. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что за два года от зерновых пошлин бюджет России получил 250 миллиардов рублей. Об этом она сказала в интервью РИА Новости, уточнив, что когда вводили пошлины на зерновые, цитата, «была договоренность с аграриями, что эти деньги вернутся им обратно, и эти деньги возвращаются. Но идут не только и не столько на зерно. Потому что подотрасли нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники», объяснила Виктория Абрамченко. А все это требует мер поддержки со стороны государства. Здесь хочется вспомнить еще одну важную сумму, которую называла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Объем финансирования АПК в 2023 году. По словам Елены Фастовой, госбюджет выделил 445,8 миллиарда рублей. Учитывая, что за два года зерновые субсидии принесли в казну 250 миллиардов рублей, нетрудно заметить, что как минимум на четверть господдержка текущего года была обеспечена как раз за счет пошлин на зерновые культуры. Беспрецедентные меры государственной поддержки должны в этом году получить аграрий на новых территориях. Правда, об этом говорит не представитель Минсельхоза, а лидер Ассоциации народный фермер Олег Сирота. Во время пресс-конференции в ТАСС он сообщил, что Ассоциация развернула центр поддержки фермеров в Запорожской и Херсонской областях и уже оказала больше сотни консультаций, которые помогли земледельцам получить российские субсидии. Господдержку для аграриев на новых территориях он назвал рекордной. Например, на зимую пшеницу сельхозпроизводители могли получить по 4000 рублей за тонну, на посев рапса 6500 рублей, на зимый ячмень 3000 рублей. По словам сироты, в России вводятся меры поддержки для ввода в оборот земель, которые пострадали от военных действий. Аграриям должна быть выплачена компенсация, потому что им придется заново пахать поля и закапывать траншеи. Кроме того, хозяйства на этих территориях остались без оборотных средств. И в Ассоциации народный фермер надеются, что сельхозпроизводители смогут получить льготные кредиты по ставке 1-2% годовых. И еще по теме льготного кредитования. Хорошая новость для агрария в Крыму. Сбербанк входит на полуостров. И теперь сельхозпроизводители смогут обратиться за получением льготного инвестиционного или краткосрочного кредита и в этот банк тоже. Долгое время хозяйства Крыма были ограничены в выборе, потому что многие материковые банки не работали на полуострове, опасаясь санкций. Партия «Новые люди» попросила Госдуму в течение весенней сессии рассмотреть законопроект, который предлагает освободить от мобилизации глав крестьянско-фермерских хозяйств. Этот вопрос нами ставится не впервые. 22 сентября прошлого года на встрече нашей фракции с министром экономического развития мы задавали этот вопрос, потому что прежде всего это касается, конечно, экономики. Мало того, что это поступление налогов в бюджет, из которого, соответственно, и наши военные расходы страны финансируются, это и рабочие места, и поэтому, конечно, к этому вопросу нужно отнестись со всем вниманием. Надеюсь, что коллеги из Государственной Думы нас поддержат. Кроме того, партия предлагает освободить от мобилизации индивидуальных предпринимателей, а также единственных участников обществ с ограниченной ответственностью, если на них работают пять и более человек в течение полугода до начала мобилизационных мероприятий. Лидер партии Алексей Нечаев в беседе с ТАСС комментировал этот законопроект и отметил, что в России было мобилизовано 27 тысяч предпринимателей, а это почти полпроцента от общего числа предпринимателей в России. При этом из числа чиновников всех уровней мобилизовали всего 1700 человек, или 0,07%. Как видите, разница в шесть с лишним раз, отметил Нечаев. Перечислим несколько коротких новостей из сферы законодательства, которые могут быть вам интересны. Первое. Пекарни освободили от отчета вовгиса зерно об использовании муки. Такой ответ услышал представитель Минсельхоза России Максима Титова, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Концнельсон. При этом переработчики зерна, мукомолы, производители крупы вести учет вовгис зерно обязаны. С 1 января в добровольном порядке, а с 1 марта это требование будет обязательным. Кроме того, с 1 февраля подорожает тариф госсистемы Платон. Грузовики массой более 12 тонн будут платить за проезд по федеральным дорогам на 30 копеек больше. 2 рубля 84 копейки за каждый километр. С 1 марта может также измениться порядок пересечения границы Российской Федерации для автотранспорта. Дату и время пересечения границы предлагают резервировать через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Эта система подведомственна Минтрансу РФ. Услуга будет предоставляться бесплатно. По крайней мере, так говорится в законопроекте, который был внесен в Госдуму. Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал не воспринимать этот законопроект как сигнал к закрытию границ. Речь идет лишь о распределении потоков автотранспорта, который пересекает границы. И последняя, ободряющая для всех аграриев новость. Суд индийского штата Гуджарат вынес вердикт в отношении Мухаммада Амина, который в 2020 году незаконно перевез 16 коров с телятами. Животные не были обеспечены водой, кормами и ветеринарным обслуживанием. За жестокое обращение с животными и нарушение транспортного законодательства мужчину приговорили к пожизненному заключению. Вспоминайте об этом, когда какое-нибудь надзорное ведомство выпишет вам очередной штраф, и он вам покажется слишком суровым. На этом наши ободряющие и вселяющие оптимизм новости закончены. Спасибо, что вы смотрите нас, комментируйте, что вам интересно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, если еще этого не сделали, и оставайтесь с нами.